Контролировать работы по строительству и ремонту дорог будут партийцы Нур-Отана. Об этом нам сообщил секретарь политической организации Илья Теренченко. Ежегодно на вышеуказанные цели выделяются миллиарды тенге. Но не все участки отечественных дорог переживают зиму. С наступлением оттепели картина, в общем-то, привычная. Ямы, ухабы вместо гладкого асфальта. Сабина Балашкина прокатилась по улицам Астаны и убедилась, некоторые проспекты – настоящие полосы препятствий для столичных водителей. Жумар Джотабай – водитель с 15-летним стажем по столичным улицам, едет с осторожностью. Говорит, нередко приходится маневрировать, чтобы лишний раз не угодить в яму. На многих дорогах лужи большие, да, и, соответственно, ям много появилось после зимы. И на машине сложнее передвигаться. Машина, во-первых, грязная, быстро становится, это ладно. Но может пострадать, в первую очередь, ходовка. То есть, когда едешь через лужу, не знаешь, там есть яма, может, колодец там есть. И так каждую весну водители не скрывают. В это время в станциях техобслуживания они постоянные гости. Это улица Буки-Хана, центр столицы. Автомобильная дорога, невооруженным глазом видно здесь какая, полуразбитая, многочисленные образовавшиеся ямы. Будто после бомбежки трасса в буквальном смысле утопает в грязи и лужах. А ведь этот район считается новым. Рядом наследие выставки «Экспо» и элитный коттеджный городок. После оттепели наверняка дыры залатают для презентабельного вида. Нормально. Дождь идет, асфальт ложат. Все как это. Все как у людей. Главное, чтобы все по ГОСТу, учитывая климатические условия и современные технологии. По мнению экспертов, в Казахстане необходимо пересмотреть состав дорожного покрытия и стандарты работы строителей. При несоблюдении ни материалов того качества нужного, ни технологии, ни тех средств, которые выделяются, все это одно за другим наслаивается. И вот мы получаем ежегодно огромное выделение средств, денег. А дороги остаются в целом... Ну, чуть-чуть улучшаются, но не то, что мы все хотим. Выделяется на дороге условно миллион, а доходит фактически до дороги какая-то часть из этого миллиона. Соответственно, здесь пожиже, тут похуже и так далее. Следить за качеством выполнения дорожных работ обещают партийцы. Для нас очень важно, как партийцев, именно такие вопросы касаемо качества держать на постоянном контроле. Выделяются колоссальные средства, и именно роль в партии проконтролировать, чтобы эти средства были выделены именно по тем целевым направлениям. К слову, на дорожную инфраструктуру столицы предусмотрено больше 24 миллиардов тенге. В ближайшие пять лет власти города запланировали построить свыше 120 километров новых трасс, две транспортные развязки и три моста. Сабина Балашкина, Айбин Кусанбеков, Хабар-24, Астана.